Вчера в 14 часов в Первоуральском поселке Хромпик на трансформаторной подстанции случилось короткое замыкание, возгорание, сгорел понижающий трансформатор, вследствие чего поселок Хромпик полностью остался без света. Жилые дома, предприятие, Хромпиковская больница, кстати, сама подстанция рядом с медгородком. Всех нетяжелых больных из больницы тут же отправили по домам. Вставился даже вопрос об эвакуации всех пациентов. Предполагалось, что электричества в поселке не будет долго. Как минимум в сутки. А 24 часа пациенты без электричества в больнице выжить, естественно, не могут. Однако уже через 4 часа в 16.00 вчерашнего же дня электропитание на Хромпике было частично восстановлено. Стационар, по крайней мере, подключили по временной так называемой схеме. Потом дома постепенно тоже подключались по мере ликвидации аварийной ситуации. Дольше всех оставались без электричества. Около 10 жилых строений в школьном проезде. Одна только поселковая улица. В 22 часа 45 минут на подстанции был заменен сгоревший трансформатор. И свет появился уже повсеместно. Ущерб от короткого замыкания по примерным прикидкам 80 тысяч рублей. Только около 45 тысяч стоит новый трансформатор, который подставили на подстанции. Нашлись уже свидетели из сотрудников медгородка, которые видели рядом с подстанцией незадолго до аварии подозрительного бичеватого мужчину. Есть предположение, что он ходил туда за медью. Чего-то расковырял, а потом и коротнуло. С аварией теперь разбирается специальная комиссия.